Метастаз в головном мозге Метастазы без выявленного первичного очага регистрируются в 11% случаев, другие локализации в 13% случаев. По данным Постнера, примерно у половины больных рака молочной железы и легкого, 48 и 49% соответственно, метастазы в головном мозге были единичными от 1 до 5. Метастазы в головном мозге в течение первого года с момента начала лечения были выявлены при раке легкого у 69% больных, при раке молочной железы у 25% больных. Метастазы в больших полушариях головного мозга встречаются приблизительно в 80% случаев, в мозжечке в 15% и в створе мозга в 5% случаев. Необходимо лечить как? В Российском онкологическом научном центре лучевую терапию при метастазах головного мозга различных локализаций Зоя Петровна Михина начала проводить с 1987 года. Использовалась 2D-планирование и конвенциальная методика радиотерапии, которая заключалась в лучевом воздействии на весь головной мозг с экранированием глаз и костей лицевого черепа при показаниях с последующим локальным воздействием на метастаз. С 1987 года было проведено лечение 777 пациентам с метастазами в головной мозг. При этом рак молочной железы 269 человек 38%, немелкоклеточный рак легкого 141 человек 18%, мелкоклеточный рак легкого 135 человек 17%, и меланома в 58% пациентам было проведено 7,5% и прочее 143-18,5%. Методы лечения. Лучевая терапия с комбинацией с хирургическим лечением у 53 человек, самостоятельная лучевая терапия была проведена у 320 человек, одновременная химия-лучевая терапия 230 пациентов, последовательная химия-лучевая терапия 171. На данном слайде представлено симуляционный снимок облучения всего головного мозга с экранированием костей лицевого отдела черепа и глаз. Лучевая терапия, как правило, проводилась с разовой очаговой дозой 2,5-3 гре, досуммарной очаговой дозой 37,5 гре. Схема экранирования и распределения дозы при облучении всего головного мозга при конвенциональной радиотерапии. Экранируются глаза и кости лицевого отдела черепа. Весь головной мозг включается в 90-95% за дозу. Прогностические классы. На основании изучения прогностических факторов более 1000 больных использовали рекурсивные парциальные анализы РПА. Исследователи РТОК выделили три класса. Первый класс включал пациентов до 65 лет с индексом Корновского 70 и выше, контролируемые основной опухолью и отсутствием нечерепных метастазов. Выборка составила 20% больных, медиана выживаемости у пациентов первого класса РПА – 7 месяцев. Третий класс включал пациентов с индексом Корновского менее 70, независимо от других факторов. Выборка составила 30% больных, медиана выживаемости – 2,3 месяца. Второй класс РПА составили все оставшиеся больные, выборка составила 50%, медиана выживаемости – 4,2. Это данные исследования РТОК 1997 года. В дальнейшем исследование было продолжено и в 2002 году было дополнено тем, что при единичном метастазе в первом классе РПА медиана выживаемости составила 13,5 месяцев, а при множественных поражениях головного мозга 6 месяцев. И в втором классе РПА медиана выживаемости при единичном метастазе составила 8 месяцев, а при множественных 4 месяца. Зависимость медианы выживаемости от класса РПА 102 пациентам с одиночным метастазом головного мозга при раке молочной железы. Данное исследование проведено в Российском онкологическом научном центре. И вы видите, отчетливо имеется достоверное различие в выживаемости в группе хорошим и промежуточным прогнозам по отношению к группе плохого прогноза РПА-3. Зависимость выживаемости от индекса Корновского на момент постановки диагноза метастатического поражения головного мозга. Медиана выживаемости у пациентов с немелкоклеточным раком легкого составила при индексе Корновского более 74,4 месяца, а при индексе Корновского менее 72,9 месяцев. При мелкоклеточном раке легкого при индексе Корновского более 70, медиана выживаемости составила 7,3 месяца, а при индексе Корновского менее 70, 4,7 месяцев. Выживаемость в зависимости от непосредственного эффекта при лечении метастатического поражения головного мозга. Безусловно, мы должны стремиться к полной регрессии опухоли. Итак, медиана одногодичной выживаемости при немелкоклеточном раке легкого, если достигнут полный эффект, составляет 31%, при стабилизации всего 11%. Такие же различия наблюдаются и при мелкоклеточном раке легкого. При полном эффекте медиана одногодичная составила 35%, при стабилизации 11,8%. Остаются вопросы, на которые мы попытаемся дать ответ. Нужно ли облучать весь головной мозг после удаления одиночного метастаза? Печел и соавторы в перспективном рандомизированном исследовании в 2002 году провели исследование. В исследование включались пациенты с индексом Корновского более 70%. Первая группа состояла из пациентов, которым было проведено хирургическое лечение единичного метастаза. Во второй группе после проведения хирургического лечения облучали весь головной мозг в разовой очаговой дозе 1,8 ГРЭ, суммарной очаговой дозе 50,4 ГРЭ. Выявлено достоверное уменьшение частоты рецидивов 18% против 70% и причин смерти от неврологической болезни 14% против 44% у больных, которым было проведено после хирургического лечения облучение всего головного мозга. По сравнению с пациентами только хирургической группы. Облучение всего головного мозга обычно назначают всем пациентам после резекции 2-3 очагов из-за высокого риска появления новых метастазов. Необходимо ли дополнительное воздействие на метастаз после облучения всего головного мозга? Да, в группах было приятного прогноза. По данным рандомизированного протокола РТОК-9508 от 2002 года отмечается улучшение общей выживаемости в группе пациентов 1-го класса РПА, получивших облучение всего головного мозга плюс локальное облучение. Медиана выживаемости составила 11,6% у этих пациентов против 1,6 месяцев. Тех пациентов, которым было проведено только облучение всего головного мозга. Различие статистически достоверны. Проспективное исследование докторами в 2002 году также подтверждает данные выводы о том, что при облучении всего головного мозга медиана выживаемости составила 5,7 месяцев, а при дополнении к облучению всего головного мозга локального облучения медиана выживаемости составила 10,6 месяцев. Различие статистически достоверны. Критерии включения в этом исследовании. Индекс Корновского был равен 60 либо более, и одиночные очаги до 4,5 см. Облучение всего головного мозга уменьшает частоту рецидивов после локального облучения. Японское исследование 2006 года, рандомизированное. Выборка 160 пациентов, 1,4 очага, индекс Корновского более либо равен 70, и размеры опухоли до 3 см. Две группы в исследовании вошли. Первая группа — облучение всего головного мозга, разовая очаговая доза 3 ГР, суммарная очаговая доза 30 ГР плюс локальное облучение метастазов. Дозы локального облучения были на 30% уменьшены по отношению с дозой тока локального облучения. Во второй группе проводилось только локальное облучение метастатического поражения головного мозга дозой 22 ГР. Вы видите, что различия в рецидивах существенные – 46% против 76%, 76% у 76% были рецидивы после только локального облучения. Данные Российского онкологического центра – выживаемость при одиночных метастазах головного мозга в зависимости от суммарной очаговой дозы. Мы попытались проследить, как влияет суммарная очаговая доза, пришедшая на метастаз, на медиану выживаемости. Мы видим, что влияние существенное. Одногодичная общая выживаемость при суммарной очаговой дозе менее 40% составила 18%, а при суммарной очаговой дозе 50% и более – 44%. Различие данных статистически достоверны. Представлен пример успешного лечения пациентки с раком яичников, в котором было проведено в 2003 году лечение на очаг головного мозга. С обширным отеком, очаг до 4 см, с выраженным перифокальным отеком, было проведено облучение всего головного мозга, разовая очаговая доза 2,5 Г, суммарная очаговая доза 30 Г, затем локально 2,5 Г, 12 Г. И вы видите, что через 2 года полный эффект, на месте опухоли остается киста с сагами кальцина. Современные технологии радиотерапии, применяемые в Российском онкологическом центре, при лечении больных с метастатическим поражением головного мозга. Применяется конвенциальная лучевая терапия 2D-CRT, как правило, при облучении всего головного мозга. Комфортная лучевая терапия 3D-CRT, также облучение всего головного мозга. Комфортная лучевая терапия с облучением всего головного мозга, с локальным воздействием на метастаз. Комфортная лучевая терапия плюс стереотоксическая радиотерапия. Комфортная лучевая терапия, стереотоксическая радиохирургия, лучевая терапия с модуляцией интенсивности АМРТ для облучения всего головного мозга, плюс локальная лучевая терапия, АМРТ с интегрированным бустом на метастаз, АМРТ для только локального облучения, лучевая терапия с модуляцией интенсивности арками, технология РАПИДАРК для облучения всего головного мозга и локальной лучевой терапии, РАПИДАРК только для локальной лучевой терапии, РАПИДАРК с интегрированным бустом на метастаз, а также крайне спинальная лучевая терапия, которая может быть проведена с помощью технологии РАПИДАРК, АМРТ и комфортной 3D лучевой терапии. На данном слайде представлена иммобилизация пациентки с помощью термопластической маски с фиксацией нижней челюсти для проведения комфортной лучевой терапии. На данном слайде представлена симуляция комфортной лучевой терапии, выстраивается многолепестковый калиматор. Непосредственно на аппарате мы можем фиксировать объем облучения и область облучения, так называемая методика ИГРТ, контроль по визуализации непосредственно на столе линейного ускорителя. Локальная лучевая терапия с модуляцией интенсивности, АМРТ. На данном слайде представлены дозные распределения. Мы видим высокий градиент, падение дозы, а также высокую комфортность и гомогенность. Метастатические очаги покрываются 95-107% изодозой. Что такое модулированная по интенсивности лучевая терапия, АМРТ? Это статическая методика с динамикой плотности потока ионизирующего излучения, которая создается с помощью движения лепестков калиматора во время радиотерапии. Это статические пучки различной интенсивности. Лечение основано на дозообъемной оптимизации. Во время проведения сеанса лучевой терапии облучаются все мишени одновременно, каждая в своей предписанной дозе. Пучки моделируются при помощи динамического многогрепесткового калиматора. Что такое технология РОПИДАРК? Это ротационная методика с динамическим подведением дозы, при которой форма многогрепесткового калиматора и доза излучения изменяются в каждом положении гантри в течение всего времени, когда включен пучок. Лечение основано на дозообъемной оптимизации. Во время проведения сеанса лучевой терапии облучаются все мишени одновременно, каждая в своей предписанной дозе. Различные дозы при каждом положении гантри достигаются за счет вариабельной мощности дозы и изменяющейся скорости движения гантри. Хочу продемонстрировать фильм РОПИДАРК. Технологии РОПИДАРК. Технологии РОПИДАРК. Пациент лежит непосредственно на столе ускорителя электронов, выдвигаются руки с источником киловольтного излучения и приемником киловольтного облучения. Проводится компьютерная томография непосредственно в каньоне для лучевой терапии на столе ускорителя электронов. Полученное изображение в дальнейшем сравнивается с компьютерной томографией, которая была получена на этапе подготовки к облучению при разметочной компьютерной томографии. Изображения сравниваются, анализируются. Очень важно, чтобы они полностью совпали. Это так называемый фьюжн, совмещение. Можно проводить как в ручном режиме, так и в автоматическом. За совмещением наблюдают в трех плоскостях – горизонтальной, фронтальной и сагитарной плоскости. После того, как произошло полное совмещение двух компьютерных исследований, собирается стол, запоминаются параметры стола. После этого стол автоматически занимает те положения, которые были выбраны непосредственно после совмещения изображений. После того, как стол стал в те положения, которые мы выбрали, можно начинать сеанс лучевой терапии по технологии RapidArc. Вы видите, что на этапе компьютерной томографии было потрачено около двух минут. В дальнейшем происходит сеанс лучевой терапии. Собираются руки, убираются руки и начинается сеанс. Вы видите, как меняется форма полей облучения за счет многоглепестковых калиматоров. Их 120 штук. А также меняется скорость вращения гантри и меняется мощность дозы. Вы видите, по степени свечения изменяется мощность дозы от 600 до 200 единиц. От красного до синего. Тем самым происходит облучение всего объема мишени. Длинник составляет где-то около 16 сантиметров. Как раз головной мозг полностью покрывается данным длинником. И получается высоко комфортное и гомогенное дозное распределение в мишени. В данном фильме это происходит за одно качание. В нашем центре, как правило, используются два качания гантри. Однако можно использовать и боми, а также некомпланарные пучки, некомпланарные арки. Вот завершается сеанс лучевой терапии. Вы видите, что время достаточно невелико. По сравнению с лечением на АМРТ, в 4 раза больше времени, например, всего прошло 3 минуты. Однако мы знаем, конечно же, что пациента надо было уложить, зафиксировать и мобилизировать. Ведь, как правило, из-за сеанс лучевой терапии мы затрачиваем около 12 минут, что гораздо в 4 раза меньше, чем при АМРТ методике, а также в десятки раз меньше, чем лечение, которое было бы проведено на гамма-ноже или кибер-ноже. Локальная лучевая терапия с модуляцией интенсивности арками. Дозное распределение. Мы видим высокий градиент дозы, высокую комфортность и гомогенность. Также мы представили 50-процентную изодозу для того, чтобы вы оценили градиент дозы. В отличие от АМРТ, при технологии RapidArc происходит изменение мощности дозы во время вращения гантри. Вы видите, что множественные метастазы, в данном случае 3 метастазы, покрываются 95-процентной изодозой. Облучение всего головного мозга с интегрированным бустом на метастазы. Технологии RapidArc проводится одновременно облучение всего вещества головного мозга в разово-очаговую дозу 3 ГРЭ. На метастазы доза выше, на метастазы 5 ГРЭ, на один метастаз, и второй метастаз облучается в дозе 5 ГРЭ. Курс лучевой терапии продолжается 10 сеансов, при этом весь головной мозг получает разово-очаговую дозу 3 ГРЭ, суммарно-очаговую дозу 30 ГРЭ. А метастазы облучаются разово-очаговую дозу 5 ГРЭ, суммарно-очаговую дозу 50 ГРЭ. Сколько полей мы можем дать с помощью технологии RapidArc? Вы видите, что мы можем подвести 360 полей за одну арку. При этом вы видите на увеличенном изображении, как меняется за каждый градус поле облучения с помощью многолепестковых калиматоров, которых 120 штук. Мы можем использовать не только компланарные арки, но и некомпланарные арки. Здесь вы видите, что представлены две восьмерки, с помощью которых мы можем проводить лучевую терапию и подводить дозу с 70-20 полей. Также в нашем центре проводится стереотоксическая радиохирургия. На данном слайде представлен пациент с стереотоксической рамкой, с кровавой фиксацией и дозное распределение. Планирование проводится на планирующей системе iPlan фирмы BrainLab. Вы видите высокий градиент, комфортность и гомогенность получаемого дозного распределения. На данном слайде представлена трехслойная маска для проведения стереотоксической радиотерапии фирмы BrainLab. Как правило, она используется, если мы проводим лучевую терапию от 2 до 5 сеансов. Пример успешного сочетания химиотерапии и лучевой терапии. В феврале 2010 года у пациентки с метастатическим поражением головного мозга первичного рака яичных пациентки 71 год была проведена компьютерная томография, которая выявила метастаз в правой теменной области 3,3 см. После проведения трех курсов химиотерапии метастаз сократился до 2,5 см. После проведения четырех курсов химиотерапии по схеме карбоплатин-абитоксел метастаз уменьшился до 1,5 см. В дальнейшем пациентке была проведена стереотоксическая радиохирургия. Вы видите, с помощью применялись конические калиматоры, 7 некомпланарных арок с помощью конических калиматоров. При этом было достигнуто высококомфортное дозное распределение в метастазе. После проведения стереотоксической радиохирургии пациентке была проведена лучевая терапия на весь головной мозг. Разовая очаговая доза 2 грей, суммарная очаговая доза 40 грей. Через 5 месяцев мы имеем полный эффект опухогриминированного. По данным 2011 года Вагнера у 20% больных с доказанным диагнозом рака возникает канцероматоз оболочек мозга. Наиболее часто оболочки спинного мозга поражаются при раке молочной железы, раке легкого и меланоме. В нашем центре используется крайнеоспинальная методика облучения, которая может быть достигнута с помощью различных технологий RapidArc, AMRT и комфортной лучевой терапии. В данном случае представлена технология комфортной лучевой терапии, 4 этажа облучения с еженедельным смещением стыковок. Мы вынуждены смещать стыковки, потому что возникают максимумы дозы на стыковках опухоли, на стыковках полей. Мы представляем вам алгоритм лечения метастазов в головном мозге. Безусловно, в основе этого алгоритма лежат прогностические группы РПА. При РПА-3 проводится только облучение всего головного мозга. При благоприятном и промежуточном прогнозе РПА-1-2 в зависимости от числа метастазов. При единичном метастазе проводится облучение всего головного мозга, либо локарно-лучевая терапия. При 1-3 метастазах в высоком индексе Карновского и опухоли менее 3,5 см можно провести только локарную лучевую терапию. А также при РПА-1 локарная лучевая терапия и облучение всего головного мозга. Если опухоль более 3,5 см, при условии, что индекс Корновского более 70, проводится облучение всего головного мозга и без локального облучения. При числе метастазов более 3, проводится облучение всего головного мозга. Если высокий индекс Корновского и опухоль менее 3 см, к облучению всего головного мозга добавляется локальная лучевая терапия по различным технологиям. Постлучевые реакции ТНС. Острая фаза встречается в течение всего облучения головного мозга и включает головную боль, усталость, облысение и обострение предшествующих неврологических дефицитов. Причина – отек мозга, поражение волосяных луковиц. Отсроченная токсичность возникает через 2-5 месяцев после завершения лучевой терапии, когда проявляются признаки познавательной, исполнительной и моторной дисфункции. Причина – демерионизация. Поздняя нейротоксичность проявляется через месяцы и годы после завершения лучевой терапии и включает прогрессивную необратимую деменцию, изменение личности и лейкоэнцефалопатию. Причина – повреждение сосудов и некроз. Повышенный риск нейротоксичности наблюдается у пациентов старше 60 лет при наличии сопутствующих заболеваний, таких сердечно-сосудистой патологии, артериальной гипертензии, диабет, при дозах больше 2-х грей за фракцию, при высокой общей дозе, большом объеме облучения головного мозга, гиперфракционных курсах, более коротком сроке лечения, а также с одновременной химиотерапией или проведением последовательной химиотерапии. Относительные противопоказания к проведению лучевой терапии. Метастазы в головном мозге с распадом, метастазы со смещением срединных структур головного мозга более 1 см, выраженная неврологическая синтоматика, не купирующаяся кортикостероидами, метастазы с кровоизлиянием, метастазы в мозг с выраженным перифокальным отеком или гидроцефалией, не отвечающих на дегидратационную терапию, предшествующие облучение всего головного мозга или его части. Вопросы, которые требуют дальнейшего изучения. Необходимо и облучение всего головного мозга при радиорезистентных опытех, таких как рак почка, саркомы мягких тканей, саркомы костей, меланома, колоректарный рак, а также последовательность облучения всего головного мозга или локального воздействия. Показания к применению и преимуществу использования отдельных высоких технологий. Спасибо за Ваше внимание. Спасибо, Сергей Васильевич.